Уровень воды в оке непрерывно растет. Ранним половодим удивлены не только обычные горожане, но и представители метеостанций. Специалисты говорят, что предсказать дальнейшее развитие ситуации с таянием льда проблематично, потому что сейчас этот процесс идет с отклонением от нормы. Поэтому и разлив реки, а также его прогнозы специалистам приходится оценивать буквально на ходу. На оке ледоход наблюдается. Второй день, вчера со второй половины дня пошел ледоход. Это значительно раньше сроков, даже пока трудно сказать, насколько. Ну, по крайней мере, недели на две точно. На Мокше отмечено также нарушение сплошности ледостава. Появились закраины, неполный ледостав, а на малых реках, таких как Гусь, Трубиш, Праг, Пет, Верда, освободились полностью от льда. И все же, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время активного таяния снега и большого подъема воды не ожидается. Как пояснили специалисты, последнюю неделю регион находился под воздействием мощного антициклона, который принес с собой теплую весеннюю погоду. Однако сейчас ожидается смена этого антициклона. Он уходит на восток, освобождая место европейскому антициклону, который сейчас обеспечивает жуткую погоду в Европе. Там и тут страшные дожди и прочее. А вот антициклон приходит к нам на смену и принесет нам похолодание. В связи с этим уже на следующей неделе ожидается усиление морозов до минус 3-7 градусов, а днем температура будет держаться на уровне 0 градусов. Именно исходя из этих прогнозов, синоптики могут делать вывод, что резкое таяние снега в регионе прекратится. Однако, несмотря на это, в работу по защите граждан от происшествий непредвиденных ситуаций, связанных с разливом реки и таянием льда, уже активно включилось в Главное управление МЧС России Паризанской области. Подразделения готовы к проведению аварийно-спасательных работ в зонах возможного подтопления. Организованы пункты временного размещения, налажено взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросу приема граждан в случае необходимости в лечебные учреждения. В настоящее время сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС постоянно проводят контрольные объезды территорий. Организована информационно-разъяснительная работа с населением.